Он сильно страдает. Если человека похоронили вот с того, кто был женат на нееврейке, он сильно страдает. Если муж и жена развелись, потому что они подрались, их рядом хоронить нельзя. Если они развелись, потому что у них нет детей. Когда человек не имеет детей много лет, он должен понять, что Бог хочет, чтобы он дал. Может быть, у вас другой будет у него, да? А теперь, если, например, Любович, у него была другая миссия, поэтому он не развелся. И тогда мы должны знать, человек мучается, если его похоронили не там, где он хотел. И даже написано, что человек, который шабот не держит, нельзя его хоронить вот с того, кто шабот держит. Давайте мы вернемся к нашу рассказ. 25 миллионов долларов дай говорить. Я тебе дам папу, если ты 25 миллионов дашь. 25 миллионов, вы знаете, сколько? Вот сегодня, вчера, вот вчера вышел репорт. В Израиле есть человек, комиссия, которая проверяет, что в стране происходит, и он делает репорт за весь год, что произошло. Он сделал репорт, это на днях было, что в Израиле 6 миллионов человек, из них 900 тысяч евреев, они идут спать голодными. Они идут спать голодными, и из этих 900 тысяч евреев, это примерно 20%, нет? Я чуть меньше? 15%. Он говорит, что 900 тысяч евреев, они идут спать голодными, и из этих 900 тысяч, 600 тысяч, это дети. Потому вот в Израиле вот так. Почему? Потому что израильское государство, арабы посылают ракеты. Им эту ракету сделать 100 долларов стоит. Они дома это делают. А Израиль, чтобы одну вот эту несчастную, проклятую ракету сбить, это для них стоит где-то... Миллион. Я думаю, 100 тысяч. Нет, 45 тысяч стоит. Да? Может быть, 100 тысяч шекеля, но это громадные деньги. И арабы это десятками и сотнями посылают. И вот поэтому в Израиле, вместо того, чтобы эти деньги дать бедным, они вынуждены это использовать на вот эти ракеты. И арабы это много-много посылают.